Небогатые и небедные так определяли средний класс еще древние греки, называя его опорой общества. С тех пор социологи и экономисты так и не пришли к единому более точному определению. Чаще всего предлагают относить людей к среднему классу по количеству доходов или по имеющейся собственности, а то и по собственному мнению человека. Например, Всемирный банк для стран со средним доходом, к которому он относит Беларусь, средним классом считает людей, уровень потребления которых не менее 10 долларов в день. На этом основании к представителям среднего класса в Беларуси Всемирный банк в своем последнем исследовании относит 80% населения. И таким образом выводит нашу страну в лидеры по процентному показателю среднего класса среди стран Европы и Центральной Азии со средним уровнем доходов. Согласно этому исследованию, средний класс в Беларуси представляет собой более значительный социальный слой, чем в Литве и Венгрии, Латвии и России, Большей Украине, Казахстане и Китае. Не будем забывать, что все эти страны определяются Всемирным банком как страны со средним уровнем доходов. Понятно, что для лидирующих экономик планка среднего класса будет выше, чем 10 долларов в день. Средний класс в Новой Зеландии и США и средний класс в Восточной Европе, конечно же, располагают разными доходами. Может быть более важно, что по тем же расчетам Всемирного банка в Беларуси очень мало бедных и вообще нет крайне бедных, то есть тех, кто живет на сумму менее 2,5 долларов в день. Если же говорить о том, кем определяют себя сами беларусы, то по данным соцопросов, к людям со средним достатком себя относят 75,5% наших граждан, а богатыми и живущими за чертой бедности себя считают лишь 1,5 и 2% граждан соответственно. Эти субъективные ощущения подтверждает объективный показатель, так называемый индекс Дженин, который характеризует уровень концентрации доходов и расслоения общества. Индекс 1 присваивается обществу тотального неравенства, индекс 0 говорит о полной уравниловке. Так вот, у Беларуси 28 сотых, по этому показателю мы в десятке наименее неравных стран. Итак, у нас низкое расслоение общества, поэтому значительный средний класс. Причина этому, с одной стороны, социально ориентированная политика государства, а с другой, наше с вами собственное трудолюбие и предпринимательская инициатива. Отсюда и рецепт, как нашему среднему классу достичь уровня среднего класса самых развитых стран, сохранять социальную ориентацию и продолжать трудиться.